Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити. Так мне понравилось рассказывать вам о психокоррекции, что я решил продолжить этот небольшой цикл. Возможно это будет не последним видео по этому поводу. Вы видите на своем экране файл PowerPoint. Называется он задача реабилитационно-здоровительных мероприятий, которые проводила в свое время лаборатория и проводит отчасти и сейчас, но в меньшем объеме. Поскольку лаборатория связана непосредственно с промышленной психзиологией, то и акцент в нашей работе по психокоррекции, реабилитации работников был связан, конечно, с процессами труда, адаптацией работника к его непосредственной трудовой деятельности. Итак, давайте остановимся на этих задачах. На каждой из них я попытаюсь что-то сказать, может быть больше или меньше. Но посмотрим. Первое. Задача реабилитации – это восстановление и поддержка общей и профессиональной работоспособности. Если будет интересно, я в следующих видео раскрою эту, в общем-то, достаточно простую фразу. Профилактика нервно-психического напряжения. Повышение устойчивости к эмоциональному стрессу. Сокращение времени адаптации для включения в процессы труда. Длительное и устойчивое поддержание высокого уровня работоспособности в течение рабочей смены. Экстренная мобилизация функциональных резервов работников в случае необходимости при ЧП, предположим. Здесь выход на работу. Здесь ЧП. Укрепление общефизических сил организма, формирование или развитие качеств, необходимые для успешной профессиональной адаптации, эмоциональной устойчивости, гибкости, стрессоустойчивости, инициативности, решительности. Больше всего тут важна, наверное, ответственность в этом смысле профессиональной деятельности. По нашим расчетам, забегая немножко вперед. И, соответственно, последней задачей, может быть не последней, а первой, является формирование или развитие навыков эффективной коммуникации и саморегуляции. Все мы работаем в коллективе. Вот такие вот задачи стоят перед любым специалистом-психофизиологом, который занимается психокоррекцией, реабилитацией в каких-то трудовых коллективах. Они для нас неизменны, неопределены, четко продуманы и, в общем-то, мы с ними работали и продолжаем работать. На этом все. Задавайте свои вопросы, подписывайтесь под этим видео, ставьте лайки. Благодарю вас за внимание и удачи!